Эти соревнования, конечно, не Олимпиада, однако их важность недооценивать нельзя. Участники именно те люди, благодаря которым жители всего юга России ежедневно используют электричество. За звание лучших боролись пять команд из Каспийского, Кубанского, Ростовского, Сочинского и Ставропольского предприятий магистральных электросетей. Соревнование о параллельной защите и автоматике проходило поэтапно. Оценивались знания охраны труда, техники и производительных инструкций. В командном зачете конкурсанты продемонстрировали умение проверки микропроцессорной защиты, анализа работы РЗА при технологическом нарушении, регулировке и наладке электромагнитного реле. Соревнование, безусловно, имеет огромное значение, потому что это один из способов и учебы, подготовки персонала, и один из способов определения лучших по профессии. Это и мотивация ребят на изучение нового оборудования, новых методов его проверки, испытания. Основная цель соревнований – повышение уровня профессиональной подготовки персонала. Да и опытом обменяться тоже никому не помешает. Каждый регион представляли лучшие специалисты, но первое место досталось сочинцам. В этом соревновании они участвуют впервые, и они же отправятся защищать честь МЭС Юга на всероссийский конкурс. Мы теперь должны не упасть грязь лицом, защитить, так сказать, свое первое место и на России, так сказать, и МЭС Юга должен быть первым, потому что практически очень много релейной защиты и автоматики именно здесь, на южных рубежах. На церемонии награждения грамоты с подарками вручили и победителям в личном зачете. Лучшим по профессии производителем работы РЗА призна сочинский специалист Алексей Малородный. Грамота лучшей по профессии инженера РЗА досталась ростовчанину Александру Янко. Игорь Кырпа, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.